Флагман Черноморского флота Флагман Черноморский флот без флагмана не может существовать Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота Москвы Я просто в бешенстве Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время Не был бы я командующим флотом, если бы у меня не было флагмана Можно было предположить, что имеет право на существование выдвинутая Министерством обороны Российской Федерации версия, что боекомплект взорвался в результате пожара на борту Ну это очень трудно предположить Пожар должен быть такой мощности, который бы повредил корпуса ракет и началось бы возгорание либо топлива, либо взрывчатого вещества в головной части ракеты То есть это просто нереально Он должен был гореть там несколько часов подряд, а может быть и суток Тем более, вы же не забывайте, что в случае пожара на борту команда принимает все меры к его тушению Воды, слава богу, достаточно То есть, скорее всего, это результат прямого попадания ракет Да, абсолютно правильно А вы об этих ракетах что-то можете рассказать, что вам известно? Да, сейчас скажу Опять же, хочу дополнить, возвращаясь к подводной лодке Курск Там же подтвердили, двойной взрыв был Первый взрыв, вошедшая торпеда Второй взрыв, детонация боекомплекта Второй отсек полностью Застрявшая торпеда, вы хотите сказать? Да Торпеда, которая не ушла из пускового Нет, ну, там разные версии, но Несколько версий сходится на одном, что взрывов было два Был сначала одиночный, а потом был массовый взрыв Что касается ракеты Нептун, то можно сказать Это крылатая ракета, которая может лететь по двум траекториям Либо по баллистической, либо по расчетной траектории То есть, фактически, как самолет Дальность ее пуска составляет до 200 километров Боевая часть там больше 300 килограмм Взрывчатого вещества несет на себе эта ракета Относится к классу крылатым и относится к классу самонаводящихся ракет А почему раньше не применялись эти ракеты? Дело в том, что дальность ограниченная Насколько я понимаю, там необходимо было поймать момент Так, чтобы корабли зашли в зону поражения Кстати, сейчас вот с потерей, извините, я за мысль выскажу Сейчас с потерей крейсера «Москва» эскадра ушла в Новороссийск Не в Севастополь, в Новороссийск Как можно дальше, чтобы не попасть в зону поражения Они уже боятся оставлять корабли на траверзе, допустим, одесских портов Или портов Черноморского побережья Украины Где они стояли ранее и фактически блокировали судоходство в этих портах А скажите, пожалуйста Этот корабль мог также вести обстрелы территории Украины? Да Он мог применять эти же ракеты, калибр крылатые И это первый момент И второй момент, самый главный Он руководил ракетными ударами непосредственно с этого корабля Отдавались команды, распределялись цели Он осуществлял руководство ракетными ударами самой эскадры И мог сам участвовать в нанесении ударов Хорошо, а эскадра, уйдя в Новороссийск Сможет продолжить ракетные обстрелы оттуда? Да, к сожалению сможет, потому что крылатая ракета Калибр летит на дальность полторы тысячи километров Только не будет у нее вот этого центра управления в лице корабля «Москва» Да, теперь каждый носитель крылатых ракет А это корветы, в основном корветы И два эсминца, там адмирал Эссон и адмирал, по-моему, Кузнецник Асатонов И они будут самостоятельно, будет распределение целей Кого-то назначат все равно старшим Он будет распределение целей И будут нанесения ударов уже непосредственно с каждого корабля Ну, кстати, это уже третий корабль Мы по Василий Быков корвет потопили с ракетами «Калибр» Потом был большой десантный корабль «Саратов» И сейчас крейсер «Москва» Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком По плану Все поставленные задачи успешно решаются Давайте закроем тему с этим крейсером «Москва» Вот теперь признали, что он утонул Есть ли понимание или понимание, как понять, что в итоге с ним произошло? Потому что я думаю, что мало кто верит, что просто кто-то на палубе покурил И из-за этого, собственно, Россия лишилась флагмана Черноморского флота Да, сейчас, в общем, туман, информационный туман Который вокруг этой истории создавался Ну, создавался главным образом российскими правительственными ведомствами И пропагандой, и разного рода блогерами Телеграм-каналами и прочими Но он рассеивается И картина вырисовывается такая Да, по этому крейсеру был нанесен удар двумя украинскими ракетами «Нептун» Ракеты украинской сборки, украинской конструкции В общем, неплохие Дальше что происходит? В корабле, естественно, возникает В борту корабля возникает какая-то дыра А кроме того, и вот тут начинается самое главное От удара этих ракет с детонировал боеприпас Ну, видимо, не весь, а в каком-то одном из оружейных Оружейных таких складов или погребов, как они называются На флоте Значит, представить себе, что такое большой, ну, сильный взрыв Несколько там, как минимум, десятков боеприпасов В любом случае, несколько тонн взрывчатки В ограниченном и очень прочном металлическом корпусе Внутри этого корпуса Это чудовищная история Значит, скорее всего, там, ну, как минимум, половина того, что было внутри этого корпуса Значит, разворочена до невозможности Ну, естественно, начинается пожар, потому что там Какое-то горючее откуда-то могло вытекать Ну, тут трудно сказать, что там именно горело Гореть там может многое Ну, вот, после этого экипажи или те люди, которые выжили Вот они какое-то время, видимо, боролись за спасение корабля Потом, что толком с ними произошло, в общем, непонятно Потому что, когда корабли буксировали А может быть, и не буксировали Может быть, он и оставался на месте Это тоже, в общем, неясно Вот после этого, значит, с экипажем происходит нечто непонятное Есть сообщения из Турции Непонятно тоже, они непроверенные на самом деле Я пытался их проверить Ну, они, в общем, исходят куда-то к какому-то болгарскому блогеру Что 50 человек спас какой-то турецкий корабль, проходивший мимо И откликавшийся на сигнал СОС Так это или нет, непонятно Единственное, что более или менее известно Что 12 или 14 человек из этого экипажа В общем, привезли в Севастополь на санитарном катере Ну и, видимо, их там лечат Погиб командир корабля Видимо, погибли и значительное количество Не только экипажа, многие из экипажа А может быть, и практически весь Кто его знает Тут умалчивает российское министерство обороны Но, кроме того, это ведь флагманские корабли Значит, на этом корабле находится штаб всей военно-морской группировки Которая действует в Черном море российской Ну, есть штаб в Севастополе А есть такой вот мобильный штаб на этом флагманском корабле Ну, это как полагается Это всюду так бывает Значит, там должны быть часть командования Черноморского флота Что с ними произошло, опять неясно Но, скорее всего, они погибли Ну, вот такая вещь Теперь для командования Черноморского флота Отчего появилась вот такая Как мне представляется чехарда в информационных сообщениях Потому что командование российское Российским адмиралам и генералам Свойственно, значит, одна такая черта Вот если что-то случается Такое очень нехорошее Ну, вроде как корабль подбили Значит, а как докладывать начальству? И в данном случае скрыть это от Путина Было, естественно, невозможно Потому что флагманский корабль Очень большой Это очень серьезная вещь Это 750 миллионов долларов Да и вообще это краса и гордость Черноморского флота Ну, в общем, нужно решать Как докладывать? Доложить, что корабль был подбит ракетами противника Но это значит расписаться в собственной несостоятельности Как так? Как вы допустили, что противник уничтожил такой замечательный корабль? Ну, вот, видимо, придумали вот эту какую-то историю о том, что возник некий пожар А если возник пожар, то тогда появляется возможность Списать вот эту катастрофу на промышленность На те предприятия, на тех инженеров Которые и рабочих Которые корабль модернизировали два года назад Там был большой ремонт, модернизация Ну, вот, сказать, что-то такое непонятное произошло Наверное, там инженеры напутали Или моряки Или рабочие, прошу прощения Там кувалды не туда стукнули Вот, значит, система пожаротушения не сработала И никакого там понимания, там, доброты, там, русского мира и так далее Можете про него забыть Вот Ну, еще была такая цель, дескать, что вот гегемонию США мы уберем Опять же, все наоборот И союзников НАТО едино, как никогда Гегемония США с Европой абсолютная Теперь в Европе поняли все Для чего существует блок НАТО И он, собственно, получает второе рождение Страны даже, которые с времен холодной войны Оставались в нейтральном статусе Сегодня в это самое НАТО вступают Ну, поздравляю вас с вашими многоходовочками Главное, когда обосрались Сделайте нормальное такое лицо Что все так было и по плану И начинайте писать, что мы ничего не понимаем До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok